Привет, друзья! Вы в Гараже на окраине. И пока гаражик прогревается, хотел бы снять коротенькое видео про то, что я буду делать, про свои планы на эти ближайшие два месяца до начала мотосезона. До Нового года мы взяли такой темп, пилили по два видоса в неделю, как минимум, чтобы раскрутить свой канал, а потом реально просто вошли уже в эту колею. А потом, после Нового года, Аня мне говорит, давай пусть люди немножко отдохнут от твоей рожи, от моей лица, и дадим им немножко паузы и станем выпускать по одному видео в неделю. После Нового года, в принципе, так и было, но я смотрю, что просмотры реально начали падать, поэтому, во-во, погодите, мы все-таки есть, и давайте-давайте, сейчас я расскажу вам про то, что мы будем делать дальше. Итак, у нас будет несколько проектов на эти два месяца. Первое – это мой мотоцикл Lefanka PR200. На самом деле на улице такая погода, что мне его просто жалко туда выпускать, на эту мокрую, грязную улицу, да, особенно пока я дойду до асфальта нормально, вы знаете, что у меня тут в гараже, в междуряде творится. И мне просто реально не хочется его на нем выкатывать, но я хочу проверить одну штуку – это выехать, поиграть в футбол, да, и пусть он два часа постоит, и сможет ли он потом нормально завестись после простоя на улице, там, около нулевой температуры. Потому что где-то месяц назад, после того, как он стоял там 2-3 недели в гараже при температуре, где-то плюс 5 средний, он тут плохо заводился. Ну и теперь, короче, я хочу проверить. А, и завелся он только после того, как я его прогрел немножко дуечкой. Поэтому хочется протестировать, нормально ли он заведется, и может быть, какие операции придется с ним произвести, чтобы его нормально завести. Второй проект, реально, проект, которым я буду заниматься в ближайшее время – это мотоцикл из Юпитер 4, который я купил недавно, где-то тут, по идее, сейчас будет ссылочка на какой-то видосик. Я его уже разобрал, видео про это будет на следующей неделе. О, вот вам доказательства. Один из кусков. И сейчас я буду пробовать его зачистить. Потом, наверное, на следующей неделе покрашу то же самое. Буду про это снимать коротенькие видосики. Надеюсь, коротенькие. Третий проект, которым я еще планирую заниматься – это велосипед. У меня есть вот такая вот рама от Start Chosé. У меня есть мотор-колесо, вся вот эта вот провода, требуха, которая нужна для того, чтобы привести его в действие. Да, у меня есть колеса еще к нему. И единственное, что нужно будет купить – все вот эти вот руль, тормоза, вот эти вот все штучки, которые тоже необходимы для велосипеда. Поэтому тоже может быть несколько, больше, чем одно видео про него. Единственное, что эту раму я не собираюсь красить сам, потому что этот велосипед точно останется со мной надолго. Я планирую его отдать в порошковую покраску. И четвертый проект, который пока набирает наименьшее количество просмотров в истории канала – это мой автомобиль Renault 25. На самом деле, очень интересный старый автомобиль. Ему уже больше 30 лет. Он 87-го или 88-го года выпуска все время забываю. И реально мне интересно рассказать и показать этот автомобиль, потому что 30-летний автомобиль такого престижного класса, на котором раньше ездили правительства Франции, например, в конце 80-х. Интересно, как он живет в наших условиях. И про него я уже выпустил обзор. Следующий, наверное, в четверг в этот выйдет тест-драйв. Потом я еще расскажу про то, как реально владеть этим автомобилем в наших условиях. И... ну и все. В общем, может какой-то еще ремонт. И для себя, и для дальнейших поколений вдруг люди еще пользуются, как я, таким старым автомобилем. И, скорее всего, пока будут видео про Renault, мы вернемся к этому формату. Два видео в неделю. И в понедельник это будет день мотоциклов. И в четверг день автомобилей и каких-то коротеньких видосиков про всякие там ништячки, приколы и автомобили. Ну, как бы вот так, скорее всего, мы будем продолжать в ближайшее время. Так что не забывайте про нас. Подписывайтесь, ставьте лайки, это само собой. Если захотите поставить дизлайк, пожалуйста, ставьте только пожалуйста. Напишите в комментариях, что вам не понравилось. И тогда будем стараться сделать что-то лучше. И третье. Нажимайте на колокольчик, чтобы вы знали, когда там видео выходит. Хотя скажу по секрету, видео выходит, каждый будет выходить каждый понедельник и четверг в 3... Простите, в 8.30 утра. Ну и пока они в командировке, я снимаю это видео на фотоаппарат с мой старый ником и зеркалочку. Поэтому будем сравнивать качество, как мы снимали раньше, на наши телефоны. Или, что лучше, или на фотоаппарат. Наконец-то это все, что я хотел вам сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!